Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Рябцева. И сегодня мы поговорим, что можно сделать в предзимье с голубикой высокорослой. Именно вот в этот момент. Казалось бы, вегетация уже закончилась. Какие могут быть удобрения? У нас низкие температуры и так далее. Тем не менее, мы можем провести еще подкормки. На голубике высокорослой проблема номер один. Удержать кислотность в нужном диапазоне. Потому что эта культура любит кислые почвы. Обычно подкисляют, любители подкисляют. В основном, читаешь, когда пишут и про уксусную кислоту, и про лимонную кислоту. Но это любительский подход. Все-таки нужно правильно поступать. И вот в предзимье как раз можно воспользоваться серой. Она может быть гранулированная сера. Лучше, конечно, ранней весной вносят так называемую коллоидную серу. Это мелко-мелкодисперсная такая сера. Но сейчас можно вносить гранулированную серу. У меня на теперешний момент ее с собой нет. Я провела это немножечко раньше. Но как это делается? Вы берете, разрыхляете... У меня щипа здесь. Разрыхляете таким образом щипу. Просыпаете, равномерно просыпаете гранулированную серу. Ну и потом ее заделываете. Можно досыпать, допустим, еще щипы сверху. Вот, предположим, вы сюда рассыпали серу и заделали. С осадками она потихонечку растворится. И подкислит нам наш грунт до необходимого pH. Какая норма расхода? 30-40 граммов где-то на кустик. Ну, в общем, она потихонечку растворится и подкислит грунт. Спустя две недели, можно даже позже, когда уже совсем станет холодно, значит, можно опять-таки из расчета на один куст внести кальций. Кальций в данном случае будет вноситься из строительной извести. Вот мы говорили с вами о том, что вроде бы мы серый подкисляем грунт, а кальций у нас, как вы понимаете, он у нас повышает показатели pH, то есть подводит к нейтральной. Но, тем не менее, любое растение нуждается в кальции. И у голубики высокорослой качество ягоды очень-очень зависит от кальция. Поэтому 70 граммов – это очень маленькая доза. То есть, если мы на другие растения вносим 300-400 грамм на метр квадратный, то в данном случае мы будем вносить всего лишь 70 граммов. Это небольшое количество. И как она вносится? Ну, вот я, допустим, беру тогда с собой ситечко и вот прямо над кустиком распыляю. И над кустиком, и при кустовой зоне. То есть, по сути дела, вы, получается, припудриваете гашенной известью. Еще раз повторю, это 70 граммов на метр квадратный. Ну, и на куст, соответственно, потому что, как правило, голубика высокорослая и высаживается с расстоянием в ряду метр-метр двадцать. Уплотнение – ну, лучше его избегать. Что еще можно сделать в предзимье? Значит, у нас проблемы с нехваткой цинка повсеместной в Республике Беларусь. Для кого-то, может быть, это не актуально. У нас это актуально. У нас не хватает цинка, у нас не хватает бора, и у нас не хватает иногда железа, ну, в большинстве случаев железа. Вот предзимье – это как раз та пора, когда можно внести соли этих металлов и использовать сульфат цинка и сульфат железа. Ну, бор – это либо бура будет, либо борная кислота будет. И тоже сделать в ней корневые обработки. Эти соли применяются только тогда, когда вегетация закончилась. Потому что, что касается и сульфата цинка, и сульфата железа, это те соли, которые обжигают. То есть они фитотоксичны для листьев. И поэтому, когда предзимье, для этих целей используется 0,2% раствор. И вы берете просто опрыскиватель, естественно, ловите окна тогда, когда у нас положительная температура, желательно, чтобы температура воздуха была 10 градусов. Соответственно, и вода должна быть тоже 10 градусов. И, конечно, это делается в такие безветренные дни для того, чтобы растение меньше пострадало. Потому что при усилении ветра чувствуется температура несколько по-иному. Ну вот у меня, собственно говоря, всё. Вот эти подкормки можно провести в предзимье. Весной мы с вами поговорим о том, как резать голубику высокорослую, потому что очень много вопросов по этому поводу. Ну и на зиму я этого не советую делать. Во всяком случае, в быту насаждений у вас голубики высокорослой немного. Вы успеете эти операции провести весной. Всё-таки и деревья, и кусты будут страдать, если это делать в предзимье. Они больше будут повреждаться морозом. Ну вот у меня всё. До следующих встреч. Всего вам самого доброго. До свидания.